всем привет сегодня такое неформальное видео у нас гостях артём вот этот вот замечательный американский орел не просто так сюда прилетел артёмка выиграл его на чемпионате штата стал чемпионом штата по армспорту на какую руку на правую поздравляю а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 DimaTorzok Дальше 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 приносливость, как криотин, фосфат. Криотин, ВЦ, это главное. И дальше идет у меня уже постоянный для составов это витамин, как в русский будет, витамин Е, витамин Е, Д, то есть все. Омега-3 Е. Ну это полностью все, это Омега. Д, Е, еще отдельно, у меня копирую этот фиш-ойл. Но тоже надо знать как выбирать, просто надо именно выбирать Омега. Потому что рыбий жир делится на рыбий жир из печени и рыбий жир из... Я забуду от чего. Да-да, мне Коша тоже рассказывал, там должно быть определенное значение. Да, это зависит от этих ДА и ЭПА. Это точно зависит. В общем, в том, что кто-то будет покупать рыбий жир, там есть, можно покупать рыбий жир, и жир рыбий... Ну там, в общем, маленькая... Сделаем лучше об этом потом отдельное видео. В общем, маленькая жир, но в общем, надо покупать нормальный жир. Если рыбий жир, он из печени, то это, скорее всего, шлаг. То есть только можете делать ее хуже. Да-да, надо следить за этим точно так же, как нужно разбираться в добавках про трибулус. Мяксик спрашивали про, есть ли смысл про протеинов в армрестлинге. Ну, в принципе, про протеинов... Заренирующие, когда ты разрусаешь свое мышечное волокно, тоже про натер, супернатри... По-любому это помогает восстановлению. Когда люди задают подобные вопросы, складывается впечатление, что человек вообще ничего не понимает. Это все равно, что спросить, нужна ли там курица или яйца. Протеин – это обычная еда. Но, если вы думаете, что вы купите себе банку протеина и станете там Арнольдом Шварценеггером или каким-нибудь нашим воеводой, который будет всех валить, это просто чушь и вам ездят по ушам. Без нормального натурального питания мясо, яйца, курица, рыба... Любой протеин – это просто деньги на ветер. Ну, если не перестал мясо есть. Ничего себе. Не, вегетарианцем я, наверное, никогда не стану. Хоть и люблю животных. Не, я мясо, но, если вот, что на работе у нас бесплатно нас кормили, было рыба, мясо, там все, такой курицы не было. Ну, и, по сути, когда есть у меня такой бесплатный вывод, я предпочитаю рыбу, потому что это наиболезнее. Кстати. Ну, про мясо много, там, разговоров. Закончим ролик такой темой. Многие ли из вас получают на работе бесплатное питание? Многие ли из вас в России, ходя на работу, получают бесплатный абонемент годовой в самый крутой фитнес-клуб? Когда я приехал сюда, я стал задаваться вопросом, в той ли стране строили коммунизм и об этом рассказывали. Социализм и коммунизм, ребята, здесь. Если вы работаете на кого-то, даже не обязательно на государство, ваша страховка вам покрывает много чего, ну, зависит, конечно, от страховки, но вы, как минимум, будете получать 50% скидки на посещение тренажерный зал, питание у вас будет бесплатно. И это не в каких-то единичных случаях. Это, наоборот, единичные случаи, когда нет такого. Кстати, да, если ставишься более-менее компанию, отчасти работаю в не особо большой компании, делаю не особо большую работу, но при этом я получаю страховку, которой, в принципе, тут, знаешь, много, тут просто так, ты ничего не делаешь без страховки, потому что в мире есть страховки. То есть у меня есть страховка, мне оплачат мое обучение, если я могу пойти в колледж, тут, в принципе, тоже очень, ну, это очень дорого, пойти в колледж и выучиться. Мне это платят, так же это будет платить. Тебя будут обучать в твой колледж? Если я зашу пойти, если я там работаю горшиком, я пойду сейчас на менеджмент, и это все оплатят. Да ладно. Если у меня будет жена, я это все оплатят. Если у меня будет жена, у которой живет дети, я это тоже оплатят. Если все по документам, я это там оформлю. Плюс у меня, ну, у меня очень много скидок в LA, фитнес, гол, джин, бесплатный великолепный билет в кинотеатр, бесплатный крылес на автобусе, я как пенсионер какой-то. И еще очень много там просто так же скидка в отеле. Понятно, круто. Это все небольшая работа. Да. Это не серьезный офис какой-то или работа в корте. Ребят, если у вас возникают какие-то вопросы, о которых вы хотели бы услышать от Артема, о тренировках конкретно, то задавайте их в комментариях под этим видео. В следующий раз мы на все ответим. Не спрашивайте меня про составительную программу и про то, как я попал в Америку, я на это не отвечаю. Друзья, вы часто меня спрашиваете о том, как переехать в Америку. Если вам нужна действительно профессиональная консультация, недорогая, о том, как переезжать в Америку, я этим не занимаюсь, но знаю людей, которые помогают профессионально адаптироваться здесь, когда вы сюда приезжаете. Вы можете с ними связаться. Для того, чтобы с ними связаться, напишите мне в личку в контакт, ссылочка будет под видео, и я дам вам контакты людей, как с ними вы сможете связаться. Интересующих вас вопросов по тренингу, по питанию. Естественно, вы должны понимать, что все люди заняты, и если вы хотите получить какую-то конкретную помощь в конкретной программе тренинга, то это стоит денег, и за это придется платить. Но небольших денег, и все-таки получить информацию о тренировках от человека, который в 19 лет стал чемпионом штата, и в 2015 году Артем квалифицировался на Арнольд Классик. Мы все ждем этого момента. До скорых встреч. Всем пока.